Почему до сих пор ничего не горело? А все начало гореть в тот момент, когда у Валерии Алексеевны начало подгорать. Она уехала в Лондон, прекрасно понимая, что здесь она получила бы надолго прописку в санаторий у деда Лукьяна, в Лукьяновском СИЗО. Прокнув также, его стратегия в том, чтобы обложить Порошенко множеством уголовных дел. Жаба – это второе тотемное животное украинцев. 50% от представителей старых, попередников, и 50% уже тех, кто пришел с новой командой. А таковые, сукины сыны, наверняка найдутся. Андрей, приветствую вас. Добрый день. Первая тема, она не сегодняшнего дня, но продолжает греметь. Не сходится страниц. Это поджог дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, который ныне пребывает в Великобритании. Вы что в первую очередь увидели в этой новости? Ну, знаете, всегда в такого рода чрезвычайных происшествиях надо, строя версии, искать мотивы. Мотивы, может быть, несколько. Ну, нельзя сбрасывать со счетов народных мстителей. Ведь деятельность Валерия Алексеевна привела к тому, что рухнула очистка или оздоровление, я бы сказал, зачистка банковского сектора. Ведь убирали далеко не всегда больные банки. Ну, рядом с моим домом был вполне жизнеспособный и клиентоориентированный национальный кредит. Вот хозяин банка Андрей Анистрат проповедовал здоровый образ жизни. Клиент, заходя в банк, получал свежее яблочко, заставлял сотрудников заниматься спортом, бег, велопробеги. И в один прекрасный момент этот банк прикрывают. Якобы за финансирование, там, сепаратизм. Чушь? Чушь. Поэтому к деятельности Гонтаревой очень много вопросов. И очень много людей, которые пострадали от деятельности Валерии Алексеевны. Поэтому, ну, возникает вопрос, почему до сих пор ничего не горело. А все начало гореть в тот момент, когда у Валерии Алексеевны начало подгорать. Подгорать в том плане, что так или иначе появится запрос правоохранительных органов на экстрадицию. Экс-главы Нацбанка. Ну, когда я говорю главы Нацбанка, надо понимать, ну, что в стране Гонтарева играла роль главы Нацбанка. Как Климкин играл роль министра иностранных дел. На самом деле, при Петре Алексеевича Порошенко, он был самым опытным и профессиональным банкиром. Мы помним его деятельность в Совете НБУ. И он, помним его деятельность министром иностранных дел. Поэтому Валерия Алексеевна играл эту роль. Собственно, роль, которая принесла горе материальные потери десяткам тысяч украинцев. Но банкопат – это лишь одна сторона ее деятельности. Ведь достаточно вспомнить накачку финансовую систему Украины АВГЗ, которая, ну, по счастливому стечению обстоятельств, эта пирамида еще не рухнула. И дай бог, чтобы все удержалось. То есть очень много вопросов. И ее разговорчивость, а здесь она уехала в Лондон, прекрасно понимая, что здесь она получила бы надолго прописку в санаторий у деда Лукьяна, в Лукьяновском СИЗО, ну, или в Аскольдовом переулке. Уж слишком много она знает. И ее знание, оно выводит на очень многих уважаемых людей, не только живущих в Украине. Вот давайте послушаем. Мы просто сказали про Петра Порошенко, который был президентом, который, можно вас интерпретировать, что именно он был, да, главой Нацбанка. Вот сейчас он народный депутат Украины, и в кулуарах он общается с журналистами. Давайте послушаем его комментарии на тему поджога дома Гонтрева. Как стверджуя пані Валерия, я полностью поделяю ее думки до цього, безпосередньо причетно зацикавленной особой в sprawе Приватбанка. Пан Портнов сам, колишній заступник адміністрації Януковича, един, яка переповнена помстою і реваншем, сам неодноразово разом зі своєю камалір'ю погрожував пані Гонтрева. Влада должна пройти твой испыт, чтобы у нас в стране не было повернений в разгул бандитизма в середине 90-х, где эти негидники звукли жить. Мне очень смешно, когда в работе администрации Януковича обвиняют министра правительства Азарова, Петр Алексеевич, где работал. Ну, понятно, что тут же пошли интерпретации в духе того, что это политический бандитизм, что это сведение счетов. Но давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Я допускаю вполне о том, что Игорь Валерьевич хочет вернуть Валерия Алексеевне долги. Ну, земляки, как-никак, ведь Гонтрева родом из Днепропетровска, правда, в девичестве у него была такая говорящая фамилия Сатановская. Допускаю. Но, тем не менее, мотив, о котором все говорят, кому выгодно. А выгодно, прежде всего, Валерия Алексеевне. Почему? Потому что угроза жизни – это железобетонный мотив британской Фемиде отказать в выдаче эксгновы НБУ, если поступит соответствующий экстрадиционный запрос. А доказательства более чем исчерпывающие. Понимаете, домик в Гореничах, да, там многие известные люди. Рядом был дом Пшонки генпрокурора времен Януковича. Недалеко, там же в Гореничах Анна Герман, ее дом, через Житомирскую трассу, в Стоянке, дом генерального прокурора Юрия Луценко. То есть там такое царское село у тех, кого не хватило места в Конча-Заспе или не хватило денег на маедке в самом элитном коттеджном поселке Украины. Ну, достаточно много известных людей. Но дом Валерия Алексеевна достаточно скромный. То есть по таким, на вскидку 150-200 тысяч долларов ему красная цена, тем более сделан он весьма халтурно был. Хотя в японском стиле, как говорится, но продать в наше время такой дом, да еще с таким шлейфом владельца, это дело очень непростое, сложное. Ну, то, что в Фейсбуке сейчас там много постят о том, что и охрану сняли, и дом был застрахован. Ну, в принципе, да, много сейчас... Ну, вот смотрите, 150-200 тысяч долларов. Я думаю, услуги британских адвокатов могут стоить куда большую сумму. А так, эта сумма попросту экономится. То есть дом превратился в чемодан без ручки. Если он еще и застрахован, тем более. А тут дать козырь своим юристам, чтобы отказали в выдаче, ну, надо еще такой повод поискать. Поэтому вот этот мотив того, что это был поджог, скажем, инсценировкой, нельзя сбрасывать. Вот вы сейчас говорили, да, о том, что недоброжелатели, вообще много людей пострадало именно от зачистки, да, как вы сказали, банковской системы. Но все дела, которые сейчас уголовные, открыты, и по которым Гонтареву хотят доправить, переправить в Киев и допросить, они связаны с ее деятельностью финансовой еще до того, как она стала главой... Компанией ICU. Да, до того, как она стала главой Национального банка Украины. Всю до вопроса. Это только начало? Это только начало? Это такая юридическая тактика, знаете, жернова правоохранительной системы, чтобы хотя бы кусочек рукава попал. А дальше затянет и остальные части тела. Ну, система работает так. Поэтому я допускаю о том, что, ну, не только там Портнов, но, я думаю, юристы Коломойского работают. Это очень цепкие ребята. И вполне, я думаю, они вполне осознанно это делают. То есть, стратегия здесь такова. То есть, важно, чтобы ее зацепило. А дальше, а дальше уже, как говорится, жернова правосудия будут медленно, но неумолимо молоть. Вот, знаете, я просто помню, когда обещали, ну, точнее, когда анонсировали задержание Онищенко, помните? Тогда он сказал о том, что он никуда не поедет и будет украинским Ходорковским. Потом, скажем так, в журналистском сообществе, ссылаясь на свои источники, знаете, многие говорили о том, что неделю Онищенко убеждали, что он должен собрать вещи и уехать. И в случае с Валерией Алексеевной аналогичная ситуация. Ей для многих, и даже и для нынешней власти, лучше, чтобы она находилась в Лондоне. Поскольку, ну, так, по крайней мере, снимаются очень многие вопросы. Поскольку, знаете, знание умножает печаль. И, ну, а так, ну, да, британская Фемида отказала. Ну, что мы можем сделать? Я думаю, она и останется. Сюда, в Украину, она не вернется. Чем закончится, на ваш взгляд, эта история? То есть, расследование, которое есть сейчас, там же фигурирует не только Валерия Гонтарева, да, там есть и другие люди, то есть, стрелочники понесут наказание. Скорее всего, да, да, ну, а крупная рыба, как всегда, ускользнет. Увы, ну, говорить о том, что все кардинально у нас изменилось, ну, логика таких вещей топ, скажем так. Так, те, кто стоят у штурвала и дергают рычаги, как правило, уходят от ответственности. А, ну, собственно, отбывают за них, ну, шестерки, фунты, зицы и прочее. Ну, вот мы, да, ни разу не видели, как Валерия Гонтарева сходила на допросы, потому что и не ходила, а сейчас и против Петра Алексеевича Порошенко, да, вот он выступал по поводу, там, Портнова, да, и по поводу него достаточно много сейчас расследований идет, некоторые из них инспирированы и как раз Портновым. Здесь какие вы видите перспективы и что сейчас выгодно власти? Я думаю, в ближайшие несколько месяцев будет, ситуация вокруг Порошенко будет сгущаться, но в ближайшие несколько месяцев, я думаю, будут еще работать гарантии. То есть до 2020 года Порошенко вряд ли тронут, а вот потом, скажем, вот эти гарантии могут быть, ну, обнулены, ситуация может измениться, поэтому... Гарантии это договор между кем и кем? Ну, скажем, когда Порошенко уходил, я думаю, были даны определенные гарантии о том, что его не тронут. Зеленским? Ну, я думаю, не напрямую, ну, возможно, американцы, возможно, европейцы, но, я думаю, для Порошенко эта тема была актуальна. Сто процентной гарантии, судя по всему, нет. То есть, очевидно, она на какой-то ограниченный временной период. Я думаю, до 2020 года. Поэтому, ну, собственно, Портнов, Портнов также, вот его стратегия в том, чтобы обложить Порошенко множеством уголовных дел. То есть, чтобы он к следователям ходил на работу, чтобы там был в присутственных местах чаще, чем в Верховной Раде. Это деморализует, это не добавляет здоровья, это выводит из равновесия. Вот цель Портнова, вот как раз дожать, дожать Порошенко до такого состояния, чтобы он заметил. Ну, мы видим, что, как говорится, президент пребывает, экс-президент не в лучшей форме. Поэтому, ну, это вполне так же рациональная и осознанная стратегия нападения со стороны Портнова. Но в деле Гонтарева, тут Порошенко абсолютно санласен, ключевой игрок, который ничего не забыл и не простил, который хочет сатисфакции, это Коломойский. Дело привато. Луценко, когда стал генпрокурором, он обещал крупную рыбу. В результате никакой крупной рыбы, кроме заочного осуждения Виктора Януковича, мы не увидели. Скоро мы вернемся к этому процессу, уже в апелляционном суде, вот этот процесс века. Но на самом деле, Юрий Витальевич, как пиарщик, просто родил место процесса. Вот знаете, был когда-то такой трупный сенот в IX веке, когда умершего римского папу, который полгода до этого умер, его преемники решили судить. Выкопали труп, посадили его в кресло и устроили такой трупный сенот. Вот это вот дело, процесс с Януковичем, не чем-то напоминал вот этот трупный сенот. Поскольку никакой состязательности, явное давление на суд со стороны генерального прокурора, ну чего стоит утечка проекта приговора в СМИ. Ну, это процесс, ну, на это обстоятельство то, что процесс был несостязательный, потому что нарушались права защиты, не опрашивались те свидетели, которые требовала защита. На это обращали внимание и международные эксперты, юридические эксперты. Ну, я думаю, это будет продолжение, но уже в новых условиях, уже в апелляционном суде. И мы увидим, насколько ситуация в стране изменилась. Появилось ли у нас хотя бы ростки правосудия. Ну, то, что Порошенко рискует попасть в жернова той машины, которую он, он же громомластно говорил, у нас судебная реформа. Ну, какая судебная реформа от Порошенко, мы все хорошо увидим. Вы прогнозируете, что апелляционный суд может признать недействительным? Повторное рассмотрение. Отправить дело на повторное рассмотрение. С учетом тех нарушений, которые мы видели в ходе процесса, ну, это было бы лучшим решением. Смотрите, я не адвокат Януковича, но все все видели. Прекрасно. Ну, вот тут вот есть такой момент. Есть понятие закон, а есть понятие справедливость, да? Да. Вот точно так же, как там в Фейсбуке, да, мы видели, что некоторые реагировали, ну, если не радостно, то достаточно сдержанно, да, на то, что Том Гонтаревой был сожжен. Да, потому что, вот как вы говорите, многие пострадали, и кто-то считал, что это, знаете, такой некий бумеранг, да, который вернулся. Хотя мы понимаем, что это все уголовное преступление. Конечно, нельзя сбрасывать такой мотив, как зависть к более ушным, успешным, ну, в конце концов, жаба – это второе, это темное животное украинца. Ну, я вот сейчас просто, да, да, тут у всех могут быть абсолютно там разные чувства, но некоторые моменты, да, что кое-кто воспринимал это как некую справедливость. Вот то же самое и вопрос Януковича и суда над ним о том, что люди, которые там просто смотрели телевизор или просто там читали новости, они там не юристы и не следили за тем, насколько правильно шел процесс. Вопрос о том был о том, что в сознании украинцев большинства Янукович виноват, Янукович должен понести за это ответственность. Вот какая может быть реакция, если даже вот в правовом ключе, возможно, этот суд был и таким, которым можно подвергать сомнению. Если вдруг суд примет решение и будет там повторное рассмотрение, вот какая здесь может быть реакция социума? Реакция социума – одни будут кричать о зраде, другие, ну, во всяком случае, будут плюсовать то, что, возможно, у нас таки появилось правосудие. Понимаете, о чем? Ну, многие говорят о справедливости. Но те, кто учил закон Божий, знают, что справедливость от дьявола, от Бога милосердия. Давайте вот последнее тогда. Мы говорили о Луценко, а теперь Рябошапка. Для него крупной рыбой кто может стать и чего хочет, в конце концов, украинский народ, чтобы почувствовать, что мы входим в век справедливости и правосудия? Знаете, ну, анонсированная Рябошапка реформа прокуратуры, в результате которой останется лишь треть сотрудников. Ну, как правило, когда у нас анонсируется после такого рода реформ, очень тяжело найти профессионалов. А крупную рыбу, рыбачить на крупную рыбу могут профессионалы, которых и так не хватает, даже, ну, в том варианте генпрокуратуры, которая наставила на следствием Уценко. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы предостерег команду нового генерального прокурора от того, чтобы только попередники. Вот крупная рыба должна быть 50-50, 50 на 50. 50 от представителей старых попередников и 50% уже тех, кто пришел с новой командой. А таковые, сукины сыны, наверняка найдутся. Вот способность, если команда Зеленского продемонстрирует способность не выгораживать, не отмазывать своих, а если согрешил по полной мере, вот тогда это будет воспринято обществом с аплодисментами. Андрей, большое спасибо. Политолог Андрей Золотарев был гостем нашей студии. Смотрите нас в YouTube, на Политоконлайн. Подписывайтесь на наш канал. Благодарим всех, кто поддерживает нас в комментариях, всех, кто поддерживает нас финансово. Если у вас есть такая возможность, если у вас есть такое желание, то наш счет есть в подписи под видео. Поддерживайте нас и еще раз благодарим. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok